В прошлом лекции мы рассказали, чем отличается история пророка, саллиллаху алиху алиху асалам, от других пророков. Мы сказали, что нету дунья человека, сохранился историей, как историю нашего пророка, саллиллаху алиху асалам, а следствие, как он ходил, как он сидел, как он спал, все сохранилось. Сейчас, все, иншаллах, коротко расскажем, как жили арабы до ислама, в каком месте Аллах, субханаху ата'алла, не спасал посланника Аллаха, субханаху ата'алла. Арабы до ислама были уже полностью испорчены нравами. Постоянно выпивали вино, играли азартные игры, и их сердца стали жесткими, черственными. Они дошли до такой степени, чтобы от позора убегать. Когда рождалась дочка, девочка, они закапывали живым. И у них слишком распространилось нападение племени на другого племени. И разбойники много стали. Положение женщины в среде арабов вообще было низкое. Как обычный товар наследовали женщины тоже, как наследство получали. И чрезмерные особые, я имею в виду, привязанность к своей племени, прав она или не прав. Всегда защищали свое племя. Постоянно были у них кровь. И увлекались, можно сказать, своим воинами. Даже как война для них стала развлечением. И в войне, они объявляли войны. С причинами и без причин. И очень легко стало им лить кровь. Их нравы, многие болезни были в нравах, имеется в виду. Опущены были очень сильно. Среди них распространено было... Очень сильно возили со всех стран, из Шама и Йемена, вино. Даже большинство част арабской стихи про вино. И распространено было азартные игры за деньги. Ставили играть в свое имущество. Имущество заканчивали. Все, что он имел, все ставили. И не играть в азартные игры, не рисковать этим, был позор. Такое стихи распространилось. Если ты не играешь, значит, считали тебя слабым. А тогда, говорит, с джахлизмом, он играл, говорит, кимар. Азартные игры. Ставил, говорит, свое имущество. Потом в конце оставался, говорит. Без ничего. Весь имущество тоже отобрали. И печально сидел, говорит, в конце, видя свое имущество в чужих руках. Была распространена рыба. Брат проценты. Среди арабов, которые там жили, и иудеев. Очень распространена была. И очень большие были проценты. Имаму Табари, говорит, рахмаллах. Рыба, проценты были распространены так. Когда он не мог отдавать свой долг, он приходил, говорил, дай еще один год и увеличь. Два раза увеличил свой долг. И так, например, если он должен был верблюд отдать двухлетний, если год, следующему трехлетний дам. Вот так добавлялось и уличились долги. И имущество тоже так. Если у него был долг 100 дирхам или динар, на следующие годы ему давали, чтобы увеличить 200. В следующем годы 400. Вот так увеличивались. До такой степени у них эта рыба распространена, проценты распространены. И они начали говорить, нет разницы между торговлей и процентами. Как Аллах в Куране сказал, иннамальбайу мислур рыба. Они говорили поистине, торговля – это как рыба. И очень распространено было среди них прелюбедеяние – зина. Эта зина была распространена, и не порицалась она. И одного человека было много подруг. И женщины тоже, как передает Аиша, ради Аллаха, хадис, который передал имам Бухари, в джиолизме распространено было. Никах четыре разные. Один из этих никах был. Собирались у одной женщины несколько мужчин. И все с ним спали в близость. И потом, когда рождался ребенок, сама женщина выбирала, чей сын, это говорит, твой сын, он должен был его принимать, и не имел права отказываться. Или же у них, как Аиша сказал, сказал, как флаги поставлены были в их домах, как публичный дом, открытый, кто хочет, чтобы зашел. Женщина общая была унизена на их обществе. Его право не давали. Его имущество отбирали. Ему наследство не давали. После развода, или же если муж умер, жениться не оставляли. И ее наследники умершего человека как наследство получали женщину. Среди них распространился ваадульбанат, закапывать дочерей. До такой степени она распространилась, как сказал Хаису Мнадий, у всех арабских племенах она распространена была. В некоторых племенах была она очень распространена, в некоторых меньше, но это было распространено. Некоторые закапывали своих дочерей за свою ревность, чтобы от нее не получили позор. Некоторые закапывали, когда они рождались черные или же зорко, синеглазые, такие срождались, от него они суеверие у них было, из-за этого закапывали. Закапывали дочерей, и у их сердца было черство, из-за этого жесткие боли. Даже иногда оставалось, когда отец как-то был в сафаре, пока он не вернулся в те времена, она уже иногда два-три года оставалась. После этого тоже они закапывали свою дочерей. Как Аллах в Коране говорит, когда когда им весь получали, что у тебя родилась дочь, у нее лицо, говорит, черным становилось от своей, от этой тяжести, которую он получил. В такой степени была позор среди арабов иметь дочь. Из них были, которые убивали своих детей, разницы не было, дочери, сыновья, боясь бедности. Эти бедные, самые бедные из племен, когда родился их сын или дочь, он убивал, за то, что боялся, что и так я бедный, сверх этого кормить я не могу. Были среди арабов такие шедрые люди, которые спасали таких детей, покупали их, забирали, если боится, дай мне, сам забирал, воспитывал. Из них был Саа, Саа ибн Наджи. Это не в исламе. В джихилизме у них был такой нрав. Он говорит, ислам пришел, говорит, я, говорит, уже спас 300 человек. В джихилизме он брал, воспитывал. Он говорит, ислам, когда пришел, уже было, говорит, 300 девочек, которые должны были закапывать, их, говорит, я спас. Было у них обыча, как некоторые говорят, если у меня 10 сыновей рождаются, я одного буду резать курбан, десятого. Итак, эта история рассказывает про Абдуллах ибн Абдул-Муталиб. Отец нашего пророка, саллиллаху алейкум, был 10, сын Абдул-Муталиба. И он, когда 10 родился, его должен был он резать, чтобы свой назар завершился. и потом, кажется, они жребий кидали, жребий вышел на Абдуллаха. Отец пророка сказал, кого резать из 10 лет. Потом Абдул-Муталиб, он его сильно любил, он сказал, или же 100 верблюдов, или Абдуллах. И заново жребий кинул, пришел на 100 верблюд. Оттуда начались дия давать 100 верблюдов. Это выкуп за этого человека. Вместе Абдуллаха Абдул-Муталиб зарезал 100 верблюдов и раздал, чтобы спасти Абдуллаха от своего назар. Коротко говоря, во всем мир было зульм, притеснение, тази не было. Это арабах. А так римские империи, Пересии. Простой народ там жили под зульмом, под притеснением. Такое положение было арабам. Почему Аллах Субханаху Аталу? Какой мудрост, что Аллах Субханаху Аталу отправил к нам посланника пророка от арабов в таком местности. Почему? Первое, хотя они в таком положении они были, они были на фитрах, на естество. У них не было, как у римлян или Перес, распространено не было там философия, распространено не было другие религии. У них там поклонялись этим идолам. Некоторые, как говорили, мы находили камень, красивые поклонники, лучше не находить другим поклонникам. Вот так они были, но у них было, оставлено все равно, осталось у них естество. Как только это убиралось, они возвращались к своей фитре, к своему естеству. Они были более ближе к фитре, как создал Аллах Субханава Ата'аля, хотя у них были ширки, были такие притеснения, но сравнение других народов, у них это более сохранилось. И сердца у них более и более чистые, не пропитаны философией, которая была распространена в те времена, очень распространена была у римлян, философия. Эту араб и у римлян было, и персов было, и Индия было, у арабов этого не было. И арабы были, большинство были, они любили ясность. Они прямо говорили, они когда бая делали, они что-то не скрывали, одно скрывали, другого не говорили, этот не факт, не было так сильно распространено, имеется в виду, лицемерства не было. То, что они думали, прямо говорили, когда пророку саллиллаху они бая отдавали, Хазрач, когда пришли, прямо сказали, вы знаете, Аббас ибн Убата сказал, за что? О, Хазрач, вы сейчас этому пророку бая отдаете, присяга даете, вы знаете, за что присяга даете? Они сказали, да. Он сказал, вы ему присяга даете, чтобы воевать против красных и черных, против всех, что вы должны воевать уже. Потом они сказали, О, посланник Аллах, если мы этого сделаем, если будем мы воевать против всех, распространять религию, что он для нас? Они не скрывали, прямо спросили пророка, что будет для нас? Пророк, саллиллаху сказал, рай. Они сказали, дай твою руку, да, и они дали присягу пророку, саллиллаху алейхи вассалам. И они то, что дали байад, сохранили и довели до конца. Даже это появилось у ансар, у ансар такой байад дали, при бадре нам придет, что они сказали? фа фа ва 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 клинус тем, которые истинные, которые поставили, клинус Аллахом говорит, если ты зайдешь в это море, если ты зайдешь, за тобой мы тоже туда зайдем, говорит, и ни один человек от нас не отстанет. Все вместе за тобой мы зайдем, сказали ансары пророку, саллиллаху алейхи вассалам. Они были правдивыми с первой минуты. Это общая черта большинства арабов была ясность и правдивость. Даже среди арабов правдивость очень распространена была. Абу Суфьян, когда он был кафиром, когда римский правитель его забрал его из местных, которые с ним были, эти племени людей, каравани людей, когда забрали, его вперед поставили и начали его спрашивать, что он более близким, родным был для пророка, саллиллаху алейхи вассалам. Он просто ближе был, чем остальные. Его перед других сзади поставили. Он говорит, я не соврал, боясь, что от меня услышат вранье, а они будут мне сказать, ты здесь соврал. От этого боялись они, что от них какое-то вранье, даже будучи кафиром, боялись они врат. Такое качество было у арабов. И они были известны своей войной. Очень распространено было среди них. Война, нападение, как мы вначале сказали, это как для них было развлечение. И было даже позор не уметь скакать на дочерях. Потому что они с детства этим учились. Как говорится, они были привязаны к лошадям постоянно. Как будто на лошадях жили. Так были арабы до ислама тоже. Из этих было эти люди всегда любили свободу. Они всегда старались быть свободными. Жили в пустынях, жили в таком трудности, но они всегда любили свободу. И эти качества, у которых арабы было, и одни из этих качеств, что они любили свободу, и они были сильными, они любили воевать. Из этого из мудрости Аллаха выбрал пророка среди этих народов, чтобы они донесли религию до остальных народов в мире. Имам Ахмад передает, у них то, что Аллах поставил естество, получить знание, разум, это еще неиспорченное было. Туда не зашло, как мы вначале сказали, неиспорченное было философией, неиспорченное было другими знаниями. У них это было чисто как неиспользование ресурсов были арабов. Как это выявилось, как ислам пришел, как пророк сказал архаму уммати би уммати Абу Бакр. Самые милостые для моего уммата из моего уммата кто? Абу Бакр. Ва ашаддуха фи дине лях Умар. Самые твердые религии Аллаха Субханах Умар Ради Аллаху Анна. Из них самые которые стесняющие и стыдливые являются Руфман. Ва а'ламу хабил халали вал харам Муаз ибн Джабал. Самые которые знают халал и харам являются Муаз ибн Джабал. Ва а'крау хабил китаби лях Убай Сами кто красиво читает правильно читает китаб Аллах Куран Аллах из моего уммата кто? Убай Ва а'ламу хабил фараев Сами которые фараев как делить наследство знающие из моего уммата являются кто? Зайдум на сабит Ва ликулли умматин Амин Для каждого общины есть Амин Доверенный человек Доверенный человек этой общины является кто? Абу Убай Ибн Джаррах Их ресурс у всех сохранилось Абу Бак Милостив Умар Это у арабов большинство это качество были Это время которое было неспасан пророк это самое темное время было у арабов когда распространился зульм и даже что там распространится религия или исправить это положение вы даже думать было очень трудно в таком положении Аллах Субхану Ва Тааля отправил пророка салли Аллаху алейкум Микдад Абн Амар Ради Аллаху Ана говорит Клянусь Аллахом говорит Аллах Субхану Ва Тааля послал посланника Аллаха самим трудным положением которое посылает останников самим темным положением было между истиной и злом самым темным положением было даже арабы не видели другие религии лучше чем поклонение этих идолов такое положение было у арабов Ислам пришел фуркан разделять разделять Ислам пришел разделять между истиной и злом и разделили между отцом его сыном кто Ислам принял не принял мужчина видел своего отца или же сына или своего брата кафиром его свое сердце открылось Ислам и знал своего отца если он на этом умрет что он войдет в рай и у него глаза говорят он не радовался пока не примет его родительство старался призывать их Ислам своих родственников потому что он знал если этому они умрут они войдут в рай и это подтверждает аяты Кур'ана которые Аллах говорят те которые говорят он наш Господь дай нам из наших жен и потомков которые радуют наши глаза мусульмане Аллах и обучат их книги Аллах и Сунны пророка хотя они были до этого явным заблуждением в таком положении было арабов до Ислама но Аллах Субхану 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 Аллах Насаб 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 Родство Насаб Насаб Родство Нашего Пророка Это Насаб Самое лучшее родство которое есть на земле и даже враги пророка, саллилла, алисалам свидетельствовали, что он являлся из знатной семьи и родство было знатным у него даже Абусуфьян, когда спросили, из какой он семьи он сказал, у Афина, из у нас он среди нас из хорошего у него родство почетное родство среди нас самый почетный племя это время было племя Урайши, среди арабов известна была Урайши, самая почетная племя и они были в Мекке и они служили кто хач приходил будучи жахилизм они их поили, кормили и из племени то же самое лучшее колено ответвление Урайши является племя пророка, саллилла, алиюхи и салам, бану Хашим рак нас саллиллаху алиюхи и салам мухаммад ибн Абдиллэх саллилллаху алиюхи и салам ибн Абдилмуттальб ибн Хашим ибн Абдиманаф ибн Кусей ибн Килаб ибн Мурра ибн Ка'бин ибн Луэй ибн Галиб ибн Фихр Ибн Малик, Ибн Надр, Ибн Кинана, Ибн Хузейма, Ибн Мудрика, Ибн Ильяс, Ибн Мудар, Ибн Низар, Ибн Маад, Ибн Аднан. До Аднана нет сомнений, этот раствор, единогласное мнение ученых, что это в таком положении идет. После Аднана есть разогласие, какой из них является его отцом, до Ибрахима, до Исмаила, алейхиссалам. Но нет сомнений, что Аднан является потомком Исмаила, алейхиссалам. Что до Аднана, что в таком форме идет раствор пророка, саллиллаху алейхиссалам, это единогласное мнение передал имам Ибн Абдельбар, Навави и другие ученые. Ибн Касир тоже говорит, что это раствор, которое мы передали от Мухаммада, саллиллаху алейхиссалам, до прадедушка пророка Аднана, нет сомнений, что это правильный раствор в таком форме. И никакой спор в этом нет. Это единогласное среди ученых, до Аднана, в таком форме простого пророка, саллиллаху алейхиссалам. Пророк, саллиллаху алейхиссалам, говорит, Бу'исту мин хайри куруни бани адам карнан фа карна. Мне, говорит, не спасла Аллах, субханаху ата'аля, из самых лучших веков сыновей Адама. Карна за карном, пока мне не спасла, не родился я, том карне, который я родился. В другом хадисе говорит пророк, саллиллаху алейхиссалам, Аллах, субханаху ата'аля, Аллах выбрал Канана из сыновей Исмаила. И Курайшитов выбрал из Кинана, Бану Кинана, семейство Кинана, оттуда выбрал Курайшитов. Из среды Курайшитов, говорит, Аллах, субханаху ата'ал, выбрал Бану Хашим. Из среды Бану Хашим, говорит, Аллах, субханаху ата'ал, выбрал меня. Нет, нет никакого сомнения, что Аллах, субханаху ата'аля, его семейство выбирал и выбирал, пока не спасла пророка, саллиллаху алейхиссалам. Один день пришел Аббас, дядя пророка, саллиллаху алейхиссалам, к посланнику Аллаху, саллиллаху алейхиссалам, как будто он что-то слышал про их родство, кто-то говорит. Аббас. Потом, после этого поднялся пророк, саллиллаху алейхиссаламимбар, и спросил с подвижника, «Ман ана? Кто я?» Они сказали, «Анта, Расул Аллаху алейхиссалам, ты посланник Аллаха, алейхиссалам». Пророк, саллиллаху алейхиссалам, сказал, «Я Мухаммад ибн Абдиллах ибн Абдилмутталиб». «Я Мухаммад ибн Абдиллах ибн Абдилмутталиб». «Аллах создал в создании халх «Фа-жа'алани фи хайрихим шумма жа'алхум фи-катайни». «Аллах, говорит, создал народ и сделал меня из лучших народов». И этот лучший народ, тоже говорит, разделил на две части. «Имне сделал, говорит, Аллах, субхану ата'аля, из этих двух частей тоже самым лучшим частей. «Потом, говорит, Аллах разделил этот народ племенами. «Имне сделал, говорит, из этих племен, из самой лучшей племени. «Потом, говорит, эта племена разделилась домами. «Бану хашим, бани муттали, вот так. «Имне сделал, говорит, из этих домов тоже «самым лучшим, из самого лучшего дома. Бану хашим. «Фа ана хайру кум байтан, ва хайру кум нафсан». «Я лучший из вас, из этих домов тоже». И этот хадис передал имам Ахмад. «Это тоже подтверждает пророк, саллиллаху алейхи васалам. «Что Он и Его племя является лучшим племенем «среды арабов, даже среды во всем создании Аллаха, «субханану а Ta'ala. «Как Он сказал, Аллах создал и сделал племена, «Его сделали из самых лучших людей. «Этии люди потом разделили на племени. «Его сделали из самых лучших племен. «Ети племен разделилась на дома, «Его сделали из самых лучших домов, И нет никакой сомнений, в Ростове, в Роке, все были, родились по никаху. Никто не был из них, который рожден, хотя это был жахилизм распространенный, это было из его простого отца не было никто, который родился через прелюбдеяние. Это единогласно и сам пророк тоже сказал, я, говорит, вышел из никаха, родился через никах, через бракосочетание, я не родился, говорит, через сифах, зина, начиная от Адама, пока мои родители меня не родили. Вместо того, что от Адама до пророка саллиллаху алейкум, говорит, все были через бракосочетание. Ва лам юси бни мин сифаха лжахилийта шайун. Винная не коснулась, говорит, из жахилизмской прелюбедяния ничего. Это хадис передал Абу Нуайм Фидалайл Нубувад с хорошим и снадом. Это ясно было, посланник Аллаху посылал, посланник Аллаха Аллах посылал из самых лучших людей, самых знатных людей. И пророк саллиллаху алейкум тоже послал среди арабов, которые были самые знатные люди. Среди Курайши распространено было очень хорошее качество. Именно семейство Бану Хаши, мы сейчас рассказываем, они занимались паломниками, которые тогда же приходили, делали хадж на религии Абрахима алейкум вместе со своими ширками, делали хадж, этих паломников они кормили, поили. Именно этим занимались прадеди пророка саллиллаху алейкум алейкум Хишам ибн Абди Манаф. Это Хишам был четвертый дедушка пророка саллиллаху алейкум алейкум Мухаммад ибн Абдиллах ибн Абдулмуталиб ибн Хашим. Хашим ибн Абдулмуталиб он Абдулмуталиб отец. Абдулмуталиб уже жив был когда пророк саллиллаху алейкум родился. Его отец Хашим его имя Амр. Почему тогда Хашим говорят если имя у него Амр? Потому что это арабское слово Ман Хашим Шам зимой они в Йемене зимой Шам ехали было холодно. Первый это рех кто поставил так что было это тоже был Хашим. И он кормил он был богатым и кормил всех паломников. Амр. кормил паломников. И меня кормил он их и музалифы кормил и арафа кормил. Сарид один из лучших блюд арабов. Блюдо которое сейчас мы среди Кавказцев или мясо хинкал как-то есть по арабу было сарид. Сарид тоже такое же блюдо было мясо бульон и хлеб. Это самое лучшее блюдо арабов было. Из этого пророк сказал почетность Аиши среди женщин как почетность сарид среди остальных блюд. Именно самое лучшее блюдо кормил он арабов и Хашим. Это он этим занимался. Абдулмутталиб его сын как родился? Хашим вышел с чем торговлей. Торговля вышла когда Медине доехал в торговлю и Медине там женился Сальма бин Таамар он женился в Медине. Из Бани Ади бин Аджар из семейства Бани Ади женился Хашим на Сальма она до этого тоже замужем была у Ухайха ибн Джаллах Мин Аус из племени Ауса до этого замуж была. Она такая почетная была когда замуж выходила даже соглашались чтобы на ее руках была этот талак чтобы она если не согласилась чтобы она сама разводилась. После этого он сватался и она узнала что он является тоже почетным человеком Мекки и она вышла за него замуж. Несколько дней у нее остался потом продолжил свой Сафар оставил ее обратно чтобы забрать и Сафар у своих родителей его оставил в этот момент уже она забеременела Шайба назвали его сыном Шайба он забеременел он в этом пути когда доехал Газа сейчас находится город в Палестине когда туда доехал умер Хашим родился Шайба и умер Хашим и Хашим у нее были четверо сыновей Хашим четверо был Шайба Асад Абу Сайфи Надла и пятеро дочерей было у него Ашифа Халида Дайфа Рукайя Вахия Абдул-Мутталиб это же Шайба Абдул-Мутталиб откуда появилась почему именно Абдул-Мутталиб Хашим когда сам умирал он Василия сделал чтобы его делами занимался его брат Мутталиб Мутталиб его делами занимался они же Хашим и Мутталиб оба братья чтобы Хашим когда сам умирал он завещал свои дела которые он кормил а пломников паил их чтобы этим занимался Мутталиб и Мутталиб тоже среди народов своего народа он тоже был щедрым и даже его народ его называли Аль-Файда Файдом называли текущим за то что сильнее с этим был он щедрым когда Хашим умер его сын родился в Медине он получается Мутталибу племянник и он когда он уже вырос но еще до совершенства не стал но он вырос еще когда он вырос поехал Мутталиб Медину искать своего племянника Шайба он когда его увидел начали слеза пошли заплакал Мутталиб потому что он был сильно похож на своего отца он его обнял я одел немецкий халат богатый одежду одел на него и посадил на свой верблюд он хотел с ним вернуться в Мекку а Шайба говорит я не могу свою маму оставить я не могу с тобой пойти пока она мне не разрешит если она разрешения не даст я с тобой не поеду Мутталиб пошел к ее матери попросил чтобы он его отправил с ним вместе в Мекку она говорит не хочу его отправлять Абдул Мутталиб сказал я отсюда не вернусь без моего племянника я его с собой забираю уговорил его я не могу так терпеть чужим племянник чтобы моего племянника воспитывали это мой племянник он должен воспитываться среди нас я его забираю и потом она согласилась мы знатные семьи Мекки и среди народов мы уважительные люди мы им кормим обуваем одеваем а нас чтобы племянник воспитывался чужим племянником мы не согласны я его заберу уговорил его маму и забрал его он говорит ему жить лучше среди своего народа чем жить среди чужих народов и она разрешила ему и его взял и посадил на свое блюдо когда он в Мекку зашел люди начали говорить Муталиб купил раба Муталиб купил раба и назвали Абдул-Муталиб Абдул-Муталиб начали говорить он сказал нет это сын моего брата Хашим это не мой раб он мой племянник все это время пошло как сказали Абдул-Муталиб Абдул-Муталиб так его имя поменялось от Шейба на Абдул-Муталиба пока Абдул-Муталиб жил в Мекке и Муталиб тоже вышел в торговлю и когда дошел в Йемен местность которая называется Радман умер там Муталиб это почетное место которое в семействе приходилось от Хашима перешел от Хашима перешел к Абдул-Муталибу сейчас это перешло к Абдул-Муталибу и он начал этим же заниматься Абдул-Муталиб его имя Шейба начал этим заниматься то чем занимались его отец и дядя начал кормить этих пломников и он даже его знатность поднялся даже больше чем своего отца и дяди его кто бы его не увидел его любили уважали даже его назвали в Мекке Шейба Тальхамд Шейба который вас хваляет за то что люди много начали хвалить его даже имя стало Шейба Туль-Хамд и называли его Мут и Мутай Рисама кормитель птиц небесных птиц он даже не хватая народу кормил и отправлял питание на горы чтобы высыпали чтобы птицы кушали из известности Абдул-Муталиб когда пророк саллиллах алейху ассалам даже призывал ислам и к нему пришел Имран ибн Хусейн рассказывает хадис мой отец Хусейн пришел к пророку саллиллах алейху ассалам пока он ислам не принял и говорил о Мухаммад Абдул-Муталиб был лучше для твоего народа чем ты потому что говорит он кормил своего народа великабедива сыном это не только мясо даже печенью и этот горб верблюжий горб вот этим кормил свой народ так а ты пришел разделять свой народ вот так даже к ним общались и был он известен так из его известности когда даже Йемен выбрали короля Абдул-Муталиб пошел к нему в своей делегации поздравить его так известный был Абдул-Муталиб это семейство пророка саллаллаху алейхи ва саллам два известных случаев случились при жизни Абдул-Муталиба при жизни Абдул-Муталиб шайба два известных случаев из них был один выкопать колодец зам зам она была закрыта как это случилось имам Убайхак рассказывает в своем книге Даля-Илюн Нубуа когда я спал хиджр хиджр это хиджр Исмаил мы знаем хиджр хаттим его называют кааба есть перед каабой который стена полукруг вот это вот это называется хиджр когда я там спал Абдул-Муталиб это рассказывает Алиб Абдул-Муталиб когда я спал мне во сне пришел человек и сказал говорит охфур тайба копай тайба благое хорошая вещь копай я сказал что такое тайба они сказали он ко мне от меня ушел обратно завтра второй день когда там прилег и так же говорит пришел тот человек и сказал охфур барра я сказал что такое барра опять ушел не разъяснил ему ушел сон такой ушел третий день тоже когда заснул и сказал ухфур маднуна это тоже один из имен замзама от меня он ушел четвертый день когда лег спад ко мне пришел он сказал ухфур замзам копай замзам я сказал что такое замзам он это сказал говорит у вас некоторые пришел этот колодец латун зафуаб никогда не заканчивается валяту замму и его никогда не упрекают она всегда будет хорошей водой не заканчивается вода будешь поить этих паломников и местность которая там находится ему показали во сне и он выкопал замзам с этого момента до собора она идет это случай который который Абдулмуталиб выкопал и который случилось истории при жизни Абдулмуталиба и то что которые в этом истории рассказывают когда Абдулмуталиб копал там нашел он газель из золота сделаны или же оружие из золотого оружия нашел там большой клад это все истории являются слабыми которые нету достоверного надо достоверности от этих историй и второй случай который случилось мы будем продолжать в следующем уроке это была вторая значимая история которая случилась была Капат Замзам вторая была Хадис история слонов который был уничтожил Аллах это коротко как арабы жили какие у них распространенные грехи были среди них как мы сказали эпид и азартные игры зина закапывать девочек и девочек и так же из какой племени был пророк как он сам сказал из Аллах выбрал из самой лучшей племени в мире и мы как знаем он был из знатной семьи как это был Хашим после этого был Муталиб потом Абдул-Муталиб иншаллах и та история которая случилась при жизни Абдул-Муталиба иншаллах расскажем на следующем уроке Резакум Аллах Хайран Салам Аллейкум Рахмат Аллах и Баракат Хам Аллах Аллах